Здравствуйте, мои прекрасные, мои волшебники, самые красивые, самые любимые. Моя аудитория самая лучшая. Мы сегодня начнем расклад с вами сейчас на замечательную тему. Кто-то должен вам что-то сказать. Вот чувствую, что кто-то вам должен что-то сказать. И поэтому сегодня тема именно такая. Она пришла мне в моем сне. И я считаю, что, значит, нужно ее осветить. Вот. Гадать я буду на Таро Светлого провидца. И у нас с вами будет четыре, как обычно, позиции. Потому что мы на канале Школа Таро Альвьен. Здесь у нас несколько позиций. Чаще всего расклады, да. Итак, открываем нашу замечательную колоду. Я тут тузпинтаклей сверху положила. Наверное, чтобы, когда открываешь колоду, было приятно. Я так задумала, да, наверное, когда закрывала ее. Замечательно. Сразу улучшает настроение, правда же. А мы давайте сейчас колоду перемешаем и сдвинем, чтобы посмотреть, а что на дне. Что вам хотят сказать высшие силы тем замечательным, самым лучшим девочкам и мальчикам, которые смотрят видео сначала. Обожаю тех, кто смотрит как можно больше, сначала до конца. Это самые лучшие мои подписчики. Итак, сдвигаем. Что вам хотят сказать высшие силы? Ух ты, ух ты. Только вот я, как обычно. Так, нет. Сегодня я немножко несобранная. Все правильно тут было. Восьмерка жезлов. Ну, восьмерка жезлов. Карта такая яркая в этой колоде. Смотрите, все прям радужно, прям сверкает. И жезлы летят в цель. Вот скоро вы добьетесь как бы чего-то от кого-то, да, или какую-то цель достигнете. Но также к вам летят важные новости. И очень-очень хорошие. Скоро будет интересный разговор или сообщение. Между прочим, об этом у нас и речь, да. Кто-то должен вам что-то сказать. И вот видите, восьмерка жезлов выпала. Интересно, правда же. Первая карта у нас будет, это вы. Ваше душевное состояние сегодня. Мы каждый день его проверяем. В других раскладах проверяем ваши недавние события. И вашу карту личности, да. То есть мы каждый день вас проверяем. Это очень замечательно. Если вы со мной, если вы смотрите все три моих канала. Они есть, ссылки в описании к видео. То вы узнаете о себе очень много всего. Анализ своей личности, да. Итак, давайте выкладывать позиции. Ваше душевное состояние будет на первой карте. Итак. Видите, какой космос у меня сегодня здесь. Прям вот настоящий ведь космос. Планеты там все. Интересно же, когда есть целый космос, целый мир, да, у нас в видео. Это же очень здорово, правда. Итак, вот четыре позиции перед вами. Надеюсь, что видно. И мы сегодня ракушками обозначаем. Вот у нас будет первая позиция. Вот, значит, такая ракушка. Вторая позиция. Ракушки. Это у нас будет третья позиция. Такая вычурная. Вот. И вот такая вот у нас... Ой. Мох. Мох отпал. Леопердовая. Ракушка. Это четвертая позиция. Первая, вторая, третья, четвертая. У нас чешется у меня. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, как обычно, да. А потом только переходите на свой тайм-код. Ну, я вычесалась прям. Наверное, от муху. И начинаем с самой первой позиции. Эти я убираю. Куда же я их убираю? Вот сюда убираю. Так. Убираю, убираю. Кто-то вам должен что-то сказать. Мне это все уже приснилось. И смотрим. Кто что скажет здесь, да. Итак. Первая карта. Это ваше душевное состояние сегодня. Ну, прям медитация, да. Семерка жезлов. Ну, вот именно состояние медитации. Вот эта колода не совсем такая классика, да. Семерка жезлов в этой колоде показывает, что на человека направлены жезлы. Но он этого не замечает. У него в третьей чакре сверкает. Связь с обществом у него есть. Гармония. И даже если на него кто-то ругается, он это не воспринимает. Он воспринимает это как часть своего духовного развития. Принимает опыт от Вселенной, от мира, от Бога. Вот понимаете как? Поэтому, конечно, эта карта, она такая вот глубокая. Она говорит о том, что вы научились принимать или сейчас учитесь принимать от мира не только хорошее, но и плохое, и какие-то чьи-то эмоции, позитивные, негативные. И чтобы вас это не колыхало, да. Потому что мир состоит из различных, так скажем, явлений. Есть как будто бы позитивные, есть как будто бы негативные, есть как будто бы нейтральные. На самом деле всё едино. Всё только часть нашего развития. Игра Бога, игра Вселенной. И вы вот это всё знаете, да. Недавно прочитала юмор в Инстаграм. Вот как бы это ни парадоксально звучало, юмор в Инстаграм иногда даёт потрясающие откровения. Ну, если у тебя есть органы чувств, да, и ты воспринимаешь этот мир. Ну, допустим, если у тебя есть глаза, ты знаешь, что есть цвета, да, что ты видишь предметы, цвета их, и различаешь цвета. У тебя зрение так устроено. Если ты можешь что-то пощупать, ты осязаешь там холодное, горячее, там пушистое. Ну, а представь, если у тебя нет того органа чувства, чтобы почувствовать ещё что-то во Вселенной, в этом мире, в окружающем мире. И ты просто об этом не знаешь, потому что у тебя нет соответствующего органа чувств. Потрясающе, да? Ну, вот это интересная такая мысль на самом деле. Так, вам кто-то должен что-то сказать. Вот я вам уже что-то сказала. Между прочим, это тоже часть нашего с вами плана и проведения. Давайте посмотрим, а кто вам должен что-то сказать в скором времени. С этого начнём. Это, естественно, мужчина. Император вряд ли означает женщину. Чаще всего это мужчина. И если у женщины, ну уж какие у неё должны быть железные каменные яйца в трусах, если она император, да? Чаще всего император означает брутального мужчину, властного и такого прямо уго-го. У нас тут есть символ черепа барана. Это значит, что он часто символизирует знак Зодиака Овен. Все об этом знают, да? И другие арканы не так снабжаются символами знаков Зодиака, как наш император. В каждой колоде, кто бы её ни творил, стараются этого барана запихать. Поэтому я вам так скажу, что нельзя тут не принимать во внимание этот символ. То есть это какой-то баран-бараныч, в любом случае. Очень упрямый мужчина. Очень такой властный, задаёт свои правила в жизни. Умеет и любит всё контролировать. У него есть изобильная энергия. У него есть татуировка в виде ангха. Это египетский символ, да, на руке. Что тоже добавляет ему и власти, и духовного развития, может быть. Но он ещё только на пути к этому. Его материализм мешает ему, конечно, развиваться так, как это следует, да? Ну, вам мужчина что-то сказать хочет или должен сказать, даже должен сказать мужчина. Хорошо, мужчина брутальный, мужчина властный, мужчина лидер. И мужчина вас, может быть, старше, может быть, главнее, да? А что он должен вам сказать? Что это? Что он вам должен сказать? Опа! Девятка кубков. Что когда он вас видит, когда он вас слышит, когда он находится рядом с вами, его душа расцветает. Вы посмотрите на эту девятку кубков. Это символ невероятного счастья и изобилия. Вы для него талисман тачи, для этого человека. И вы принесли ему, возможно, даже богатство материальное. Но не то, что вы ему это подарили, а то, что он впечатлялся, восхищался, заряжался вами и зарабатывал, да? Ну, а как? Мы люди все друг с другом взаимодействуем. И, соответственно, когда у нас хорошее настроение, когда у нас желание творить, мы зарабатываем. Это нормально. Мы зарабатываем все благодаря своей творческой энергии и желанию что-то делать. К чему у нас есть жизненное стремление. Этот человек должен вам сказать и хочет сказать, что вы вызываете в нем все самые лучшие чувства. Но он материалист, он лидер, император. И, соответственно, он понимает, что в связи с этими лучшими чувствами он еще и процветает. Такой человек захотел бы вам, мне кажется, что-то подарить или дать какую-то сумму денег. Просто потому, что вы даете ему эту энергию. И я думаю, что не за горами тот момент, когда будут подарки. И знаки внимания такие, как денежные. И для него это символ, понимаете? Когда он кого-то одаривает, именно как бы дорогой подарок делает или денежный. Он знает, что он сразу же поставил галочку себе. Я сделал хороший поступок. Я сделал такой прям серьезно правильный поступок. И я молодец. Он себя начинает хвалить. Так я молодец. Поэтому здесь вот такая речь у него. Вот такой вот разговор. А мы идем дальше. Ну, вы так прям медитируете, умеете, да? Интересно. Мы идем дальше. К позиции номер два. Кто вам должен что-то сказать? Наша вторая ракушка. Хорошие ракушки такие. Это натурально, естественно. Никто не будет подделывать в этом мире ракушки. Так. Смотрим. Ваша карта. Ваше душевное состояние сегодня. Ути-путь. Смерть. Смерть и перерождение. Здесь у нас, значит, вот как отражение мира в себе, да? И вы изменяетесь сейчас. Вы меняетесь. Вы долго не могли смириться со своей собственной жизнью, реальностью. Вы себя обвиняли во всех смертных грехах. И во всем, во всем, во всем ненавидели ни свою внешность, ни себя. Вы, может быть, не могли даже смириться с окружающими, с окружающим миром. Как все устроено. Как с вами несправедливо поступила жизнь. Как вы много нагрешили. И тут вот в какой-то момент у вас шло-шло-шло духовное развитие. И дошло до того, что вы решили все принять. Все принять и все отпустить. И вот ваше душевное состояние – это отпускание. Сейчас отпускание и перерождение. То есть ваша личность начала любить себя. Ваша личность начала… Она перестала цепляться за все материальное. И она перестала цепляться за свое тело даже. Вы очень сожалели, может быть, о разрушении своего тела, о болезнях. И о всяких таких жизненных трудностях, где ваше тело, может, стало старше, пострадало как-то от этого, от жизни. И вы решили его отпустить. Это не значит, что вы умираете или еще что-то. Вы решили переродиться внутри себя, то есть свое сознание. Когда мы становимся счастливыми, когда мы ни за что не держимся и когда мы все принимаем. Вы решили сделать и то, и другое. Это правильно, это нормально. Но это высший уровень духовного развития. Чем больше человек принимает, тем больше в нем святости. И он не чувствует тело свое. Не чувствует, да? Иногда ты сидишь, вот если у тебя ничего не болит, ты не чувствуешь своего тела, согласитесь. И тогда кто ты? Кто ты? Вот вы в этом разбираетесь. Кто я? Как тот, кто не чувствует тело. Кто я? А кто этот кто-то, кто живет в этом теле? А кто я кроме него? Вот есть такой внутренний наблюдатель. Когда вы гневаетесь, кричите, он наблюдает со стороны спокойно. Вы его всегда видите. Когда вы спорите с кем-то, он смотрит насмешливо даже иногда. Кто я? Кто это? Кто этот наблюдатель? Вы задаете себе этот вопрос. Интересно. У вас сейчас, да, у вас сейчас идет такое некоторое прозрение в жизни. Хорошо, а кто вам должен что-то сказать? Я вот вам уже сказала. Кто вам должен что-то сказать? Давайте посмотрим, кто это сначала. Дьявол. Дьявол. Смотрите, какой он красивый. Когда смотришь на такого дьявола, думаешь, да, да, иди сюда, мой хороший. Ну, действительно, он же привлекательный. Он такой вот человек. Ну, да, это символ знака Зодиака. Козерог, вы знаете, да. Я перед этим была первая позиция. Там был у нас Овин Императора. Здесь, да, козерог. И кто это? Я не говорю, что у вас козерог, вам должен что-то сказать. Нет, это просто символ. Он такой, знаете, он соблазнитель, он провокатор. Он может манипулировать. И он может двигать вас на неправильные поступки в жизни. В то же время он невероятно привлекательный. Он создан из греха. Конечно, дьявол. Хорошо нарисовали здесь дьявола, да? Такая колода прям горящая. Вот какой-то дьявол, вам хочется что-то вот такое сказать. Дьявол этот. Может, это ваш любовник или любовница. Или кто это? Вот вы приняли решение ни за что не держаться. Сейчас уже смерть, перерождение. А он-то не хочет, чтобы вы это сделали, да? Чтобы вы все отпустили. Он не хочет. Он в этом крайне не заинтересован. Он крайне заинтересован затянуть вас назад. Обратно. Обратно туда, где вы были. Так, что он вам должен сказать? Восьмерка Пентакли. Ну, эта карта работы и творчества, вы же знаете. Тут ведьмочка у нас. У нее много чего есть. Написаны книги, возможно, или заклинания. В книгу, да? Травы, снадобья, свеча горит, растение растет. Все атрибуты ведьмы тут есть. И Пентакли, символизирующие фазы Луны. Посмотрите, какая хорошая карта. Тут идет работа и творчество, и занятия по душе, по жизни. И такой вот дьявол, он может вас, первое, позвать на работу. Должен сказать о том, что для вас есть работа и занятость. Второе, для вас есть возможность жить богаче благодаря своему труду. Но это будет все равно по дьяволу. То есть, кто бы вас не звал заработать, кто бы вас не звал получить большие богатства и деньги, знайте, что это будет темная энергия. Темная, по дьяволу будет все идти. То есть, соблазн будет с обманом обязательно. Вы знаете, карта... Давайте немножко я разбавлю здесь. Мне нужна еще карта. Карта мага. Он как бы хочет вам сказать, ты можешь абсолютно все. Вот всего в жизни добиться ты достоин или достойна самого лучшего. У тебя могут быть деньги, богатство, процветание благодаря тому-то и тому-то, что в тебе есть. Дьявол хочет вас явно подбодрить на самом-то деле. И заявить о том, что вы можете абсолютно все. Но в чем же здесь ловушка? Скорее всего в том, что это все идет по не тому пути, по неправильному пути. То есть, он хочет вами восхищаться, как человеком, который может все. Он хочет вам добавить как будто бы силы и энергии. Но он что-то заберет взамен обязательно в будущем. И вам это нужно обязательно помнить. Кто бы вас не звал, кто бы вам не предлагал какие бы то ни было виды работы или не хвалил вас в скором времени. Вам нужно помнить, что это человек обратно заберет в несколько раз больше. Больше того, что он сделал вам хорошего и приятного. И в этом может быть какая-то корысть, обман и манипуляция. Или он хотел для себя что-то в ответ. То есть, хваля вас, подбадривая вас, он получит что-то взамен. Вот обязательно об этом задумайтесь. Ну, вот такая у нас позиция номер 2. Ну, вот именно должен сказать тогда, что вы можете абсолютно все и добиться чего угодно и больше зарабатывать. Вот как будто интересно. Хорошо. Давайте посмотрим позицию номер 3. Наш третий ракушка. Первая карта. Вот у нас тема расклада, кто вам должен что-то сказать. И первая карта – это ваше душевное состояние. Король Жезлов. Ваше душевное состояние, возможно, зависит от какого-то огненного мужчины. Это первое, да. У него хорошее настроение, у вас хорошее настроение. У него плохое, у вас плохое. Он на вас обращает внимание, вы цветете. Он не обращает внимания, вы плачете. Да, если вы женщина. Если вы мужчина, ну, конечно, это ваше бодрое состояние, когда вы готовы на любые свершения, да, дорогой мужчина. Эта карта, она показывает, что человек созидает, что он готов действовать, что он готов побеждать в жизни. И он настроен на позитивный результат, на своё счастливое будущее. У женщины тоже может быть такое душевное состояние, когда она готова пахать, работать, делать всё для того, чтобы в жизни было лучше, да, вот всем лучше, окружающим, не только себя и другим. Отвечает за других, да, этот человек в любом случае. И душевное состояние готовности, лидерства. То есть я пойду и покорю этот мир. Я пойду и сделаю всё, что от меня зависит, чтобы этот мир подчинился мне, и я задаю тут свои правила. Я люблю командовать, я люблю всё контролировать, и я люблю процветать и созидать. Вы приносите этому миру очень много пользы, я вам так скажу. Кто бы вы ни были, мужчина или женщина, у вас много энергии огня. И эта энергия, она заставляет вас жить полной жизнью и созидать, делать что-то полезное. Это замечательно. Я считаю, что это очень замечательно. Замечательно. Хорошо. Давайте посмотрим, а кто вам должен что-то сказать. У вас у нас такой замечательный человек. Семёрка Пентаклей. А вот здесь, да, изображён мужчина явно. Это может быть и женщина, и мужчина, это не важно. Человек, умеющий ожидать. Пассивный человек в жизни. Он долгое время вкладывал свою энергию, возможно, в вас, а может быть, в что-то такое важное для себя. И ждёт результатов. Вот кто-то в режиме ожидания и пассивности хочет вам и должен вам что-то сказать. Но он ждёт роста в жизни. Он ждёт, когда принесут плоды его, прошлые заслуги. Более, конечно, изображён мужчина, возможно, со знаком земли, да, если у нас Пентакли учитывать. Или просто мы видим здесь вот такого мужчину. Очень, может быть, по образу похожий, по стилю похожий мужчина. Кто хочет вам или должен вам что-то сказать в очень скором времени. Хорошо. Давайте посмотрим, что он должен сказать. Что это будет? Здесь карта «Умеренность». Она показывает, что человек вам должен сказать о режиме ожидания. Подожди, и всё будет. Вот я тебе обещаю. И человек хочет для вас сделать в жизни что-то очень хорошее. Плюс исцелить между вами взаимосвязь, проявить ответственность к вам, примириться. Это может быть карта прощения. Я прошу у тебя прощения или я прощаю тебя. И самое главное, что подожди, и всё будет. То есть вот именно этот человек как будто бы даёт вам внутреннее обещание благополучной жизни в будущем. И этот человек хочет вам добра. Но у меня чувство здесь всё-таки терпения прощения в этой карте на первом месте часто. И исцеление. Вот как будто он между вами что-то, какую-то ситуацию хочет исцелить и попросить прощения, и простить вас. То есть чтобы вы друг друга, понимаете, простили. Но не отпустили пока что. А только простили и что-то трансформировали, и улучшили в хорошую сторону между вами. То есть чтобы отношения улучшились. И наступила бы фаза, ну вот такая вот прям замечательная, да, когда люди притёрлись друг к другу. Примирились с недостатками друг друга. Смогли делать друг друга счастливыми именно, понимаете. То есть об этом здесь речь. Вот. И, конечно, здесь как будто нужно что-то исправить. А человек ждёт этого удобного момента исправить. Сам он, учитывая эти карты, да ещё и вместе, да, не торопится об этом сказать, потому что ему нужно время. И вряд ли он вам скажет это прям завтра, например. Но скажет. Просто не торопите события. Вот такие карты у нас. Ну, давайте перейдём к позиции теперь номер четыре. Кто вам должен что-то сказать? И кто-то, и что-то. Вот что это будет? Кто это будет? Леопардовая ракушка. И первая карта. Ваше душевное состояние сегодня. Ух ты! Королева жезлов. Радостная такая. Весёлая и счастливая женщина. Если вы женщина, вы сегодня счастливы, радостны, смеётесь, улыбаетесь. И фонтанируете огненной энергией. У вас есть, видите, символ чёрного кота на карте. Это ваше ночное видение, да? То есть вы в тёмное время суток видите, возможно, третьим глазом гораздо больше, чем в светлое. Хорошо. У вас могут быть откровения, сны и прекрасные ведьминские способности. Если вы мужчина, ваша жизнь сейчас и настроение, и душевное состояние может сильно зависеть от какой-то женщины. Она на вас обращает внимание. Вы цветёте. Она не даёт вам энергию. Вы печалитесь, да? И вас начинают даже как бы ломать. Но это прекрасная женщина. Это прекрасная, весёлая женщина. Она смотрит на жизнь с оптимизмом и радостью. Она знает, что день без улыбки не день. День без шутки не день, да? Классно. Я люблю юмор. Я люблю мемы. И тоже постоянно их стараюсь распространить везде. Хорошо. Давайте посмотрим, кто вам должен что-то сказать. Так, ну это четвёрка кубков. Возможно, это девушка, женщина, похожая в чём-то по образу на эту девушку, которая заскучала и не видит своих возможностей в жизни и отчаялась. Но это может быть и мужчина, конечно, по четвёрке кубков, который является очень пассивным, ленивым, бездеятельным, которому наскучила сама жизнь. И кто потерялся в этой жизни, кому ничего буквально не надо. Вот ничего не хочу. Ничего не хочу. Конечно, мужчины чаще так живут. Женщины, они всегда более активные. Но бывают и женщины такие, и девушки, и подростки. Но мужчин почему-то больше так косит в эту сторону. Раз, и стал пассивным, заскучал, вот ничего не вижу, ни цели в жизни, ничего не хочу. Все до свидания. Пойду напьюсь вообще. Ну, бывают такие, вот это слабохарактерные, раздавленные жизнью люди, а может своими родителями, мамами, да, психологические травмы от материи обычно такие бывают. Слишком большая пассивность. Ничего не желаю, ничего не хочу. Все пошли. До свидания. Ну, вот я таких людей встречаю часто через свои расклады, потому что, когда люди ко мне обращались за индивидуальными раскладами, там, да, очереди и все, большинство спрашивали именно о таких людях. Почему он ничего не хочет? Да потому что он ничего не хочет. Потому что у него яма, как черная дыра в душе. Вот он почему ничего не хочет. У него истощение энергетическое, на нем негатив, и этот негатив еще и по роду тянет его везде. И у него очень большие проблемы с психологическими травмами от родителей, и от школы всего. Еще с прошлого все тянется. Вот почему. Не вижу цели в жизни, да? Ну, такой человек вам должен что-то сказать. А что он вам должен сказать? Король кубков. Ну, что он на самом деле, видите, свет в районе четвертой чакры? Что он вас на самом деле любит? Вот он, что должен сказать этот человек. У этого человека к вам есть очень благие такие чувства, душевное тепло, привязанность и любовь. Искренняя любовь как человека к человеку. Не говорю, что это там какая-то сексуальная любовь, там, страсть. Не обязательно. Любовь как от человека к человеку. Этот человек должен вам сказать о своих истинных чувствах внутри. О своих внутренних переживаниях, о своих внутренних проблемах. И о том, что у него на самом деле к вам благие чувства. Он игнорирует всех. Он не только вас игнорирует в жизни. Он игнорирует абсолютно всех. Ему плохо внутри. Но это не зависит так уж сильно я от него. Знаете, какую силу воли нужно применить, чтобы сквозь весь жизненный негатив пройти и не упасть в грязь лицом и не утонуть в этой грязи? Кто-то может сражаться, кто-то не может сражаться. Я вам честно говорю, у меня доходило такое. Столько было в жизни реальных испытаний, что в какой-то момент эти испытания меня пришибли. Прибили прям к полу, я бы так сказала, или к дивану, или еще к чему-то. Я не говорю, что я никогда не была пассивной. Вот такой я человек. Но внутри было такое, я уже больше ничего не хочу. Я просто больше ничего не хочу. Я не знаю, что со мной будет, но делать я тоже больше ничего не могу. Я больше не могу сражаться. И был такой момент, я не знаю, как я его пережила. Это так сложно. Причем бывали моменты очень тяжелые в жизни. Вот когда испытания за испытанием, ты там, не знаю, рвешь ковер, да, кричишь от муки, от душевной, от боли, от того, как все сложилось. Но такого отчаяния, когда ты устал от всего, в тот момент не было. А вот когда испытания слишком задавили, их было слишком много, и ты уже устал просто проходить их, потому что это, допустим, длится много лет, там не один десяток. И вот тогда тебя прибивает, как в четверке кубков. И ты просто садишься и думаешь, все, все, больше я ничего не хочу. Вот такой вот ступор, он, когда появляется у человека, это даже, я не знаю, как депрессия, она не депрессия. Но если вот, да, этот человек может вас очень любить, но он в таком состоянии, и я не знаю, что с этим делать. Это нужен ему оптимизм, понимаете, ему нужен Бог. Где у нас прячется надежда в этом мире? Она прячется в слое Бог. И ему нужно просто садиться и повторять вот так, Бог, 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 Бог. Можно даже вот так повторять. Но будет ли он повторять? Это ему нужно дойти до этого. Вот такая вот позиция. Чувства у человека к вам самые благие. Но может ли он это выразить сейчас? Вот в чем вопрос. Ну вот, всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайки, пишите. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok